Вчера Тамара сбежала из тюрьмы. Она сама не поняла, как у неё это удалось. Она ничего не планировала и ничего не готовила. Просто она была беременна, а местный врач в колонии ничего не соображал в гинекологии, и женщину направили на обследование к городскому врачу. Под конвоем Тамару повезли в больницу, которая по необходимости обслуживала женскую колонию. Конвоир заболтался с медсестрой. Тамара зашла в туалет. Она и не собиралась убегать, но там было большое окно без решёток, а сразу под ним крыша. Тамара и сама не поняла, как оказалась во дворе больницы. Куда бежать? Где прятаться? В этом городе у неё никого не было. В колонию её привезли совсем из другого региона. Денег нет, на ней тюремная одежда. Куда бежать? На вокзал. А где здесь вокзал? Уж лучше в лес. Тамара бежала по незнакомым улицам, инстинктивно устраняясь на окраину. Каждую секунду Тамара с ужасом думала о том, что наделала. Ведь наверняка уже подняли тревогу и её ищут. Она прекрасно понимала, что за побег ей добавят срок, но она была беременна, и её ребёнок должен скоро появиться на свет. Почему она всё время думает о нём в единственном числе? Тамара ещё просто не осознала, что только что на УЗИ ей сказали, что у неё будет тройня. Она просто не могла допустить, чтобы её дети родились за решёткой. Будь что будет, пусть ей прибавят срок, но в этот мир её дети придут на свободе. Довольно быстро она вышла из города. Идти по дороге было опасно, и Тамара свернула в лес. В лесу было прохладно. Она нашла ручей и позволила себе отдохнуть, но совсем недолго. Потом она встала и отправилась в путь. Всё дальше и дальше женщина уходила от дорог, населённых пунктов и цивилизации. У неё с собой не было ничего. Ни ножа, ни спичек, ничего. Но с каждым шагом и с каждой секундой она просто чувствовала себя неимоверно счастливой. Весна была поздняя, приближалось лето. Ночью было очень тепло, и костёр Тамаре не требовался. Питалась она грибами, которые высушивала днём на солнце, а потом ела сухими, запивая водой. В лесу было много ягод, попадались дикие яблони, а воду она брала из ручьёв. На одном месте Тамара не засиживалась, старалась переходить с места на место. С одной стороны, даже хорошо было, что она не разводила костров, тем сложнее было её отыскать, если её вообще искали. По её подсчётам родить она должна была в конце лета, в начале осени. А что будет дальше? Что она будет делать потом? Как зимовать с тремя детьми? Тамара даже думать боялась. А потому, чтобы не расстраиваться, она и не думала. Как-то раз она набрела на какую-то заброшенную стоянку туристов. Ей повезло, там никого не было. Зато удалось найти большой кусок полиэтилена. Тамара забрала его и поспешила удалиться. Когда нет компаса и ориентира, человек может начать ходить в лесу по кругу. Тут нет ничего мистического. Простая физиология. У каждого человека одна нога хоть немного, но короче другой. И, как правило, этого достаточно, чтобы заблудиться. Тамара не заблудилась, но и определённого места, куда бы она шла, у неё не было. А потому был риск, что она может случайно выйти к человеческому жилью. При помощи найденного куска полиэтилена, Тамара пряталась от дождя и укрывалась им ночью. Она начала ловить себя на мысли, что такая жизнь ей нравится. И если бы не суровая зима, то она бы осталась жить в лесу навсегда и воспитывала бы своих детей, как лесных жителей. Ну, а что им делать в городе? Жить среди людей, которые могут в любой момент подставить, как подставили её. Но она могла построить только шалаш и говорить о том, чтобы зимовать с тремя детьми в шалаше уже не приходилось. Значит, ей придётся после родов выходить к людям, отдать детей кому-нибудь на воспитании или в детский дом. От таких мыслей голова шла кругом. Тамара решила ни о чем не думать, а просто плыть по течению, как опавший лист по лесной речке. Она жила одним днём. Нашла ягоды, хорошо, грибы, ещё лучше. И вот однажды утром Тамара почувствовала резкую боль в пояснице. Она поняла, что начинаются схватки. Пришло время её мальчикам появиться на свет. На самом деле Тамара боялась этого больше всего и боялась признаться в этом даже самой себе. Это были её первые роды. Что и как, она знала только теоретически. А вдруг ей понадобится помощь? Она тужилась, но первый ребёнок никак не хотел выходить. Женщина была морально уже готова отправиться к людям, но она даже представления не имела, в какую сторону идти. Да идти она уже не могла. Тамара опустилась на землю и, выбившись из сил, стала просить прощения у своих мальчиков. За то, что они, видимо, даже не увидят белый свет. Она прощалась с жизнью. И вдруг прямо из леса вышли три волка. Очевидно, они уже давно брели за роженицей. Волки довольно умные животные, они не будут тратить силы, чтобы нападать на здоровую добычу. Они просто подождут, когда их жертва ослабнет. Первый волк подошёл к Тамаре. Она зажмурилась и стала шёпотом просить животное прекратить её мучения. Но вопреки странным просьбам, которые волк не понимал, он встал лапами на живот Тамаре и стал помогать выходить ребёнку. С последующей схваткой она разродилась и услышала плач ребёнка. Волк осторожно взял младенца и куда-то понёс. Тамара была не в силах сопротивляться. На подходе был второй малыш. Его также подхватил второй волк и куда-то понёс. Одного за другим волки вынимали младенцев из живота Тамары и куда-то уносили. Она потеряла сознание от боли и усталости. Во время родов каждая женщина испытывает такую боль, как если бы у неё одновременно были сломаны 20 костей. Тамаре было не до борьбы. Когда она очнулась, то обнаружила, что находится в каком-то доме. Стены были из брёвен, окна небольшие, но через них проходило достаточно света. Тамара давно уже не была в домашних условиях и почувствовала себя очень уютно. Тут вдруг она вспомнила, что произошло. Её детей унесли волки. Паника охватила Тамару. Но вдруг она услышала детский плач прямо тут, в соседней комнате. Тамара кинулась туда в надежде, что хотя бы один ребёнок выжил. Но зайдя в комнату, она не поверила своим глазам. Все трое мальчиков лежали на кровати. Но как это? И где она вообще находится? Вскоре ей получилось познакомиться с хозяином. Тут жил отшельник. Не очень молодой, старше Тамары, но и далеко не старый мужчина. Как оказалось, те волки были волчицами. Они были волками этого отшельника, он вырастил их с младенчества. Они остались без матери из-за браконьеров. Детей они принесли к нему, а потом отвели его и к матери. Он сам принёс её в свою избушку. Когда Тамара собиралась уходить, мужчина предложил ей остаться вместе с детьми, хотя бы на зиму. Припасов у него много, да и волчицы всегда успешно охотились. А там она решит сама, что ей делать. Для Тамары это был отличный вариант, и она согласилась. Она не спрашивала его, как он тут оказался, а он не спрашивал её. Прошло не так уж много времени, как они полюбили друг друга. Тамара решила остаться тут навсегда. Всё было, как она хотела. Лес, природа и никаких лишних людей. Идеальное место для ребятишек. Лишь только когда Тамара обнаружила, что беременна, решилась рассказать своему мужчине, что она беглая заключённая. Он посмотрел на свою жену и улыбнулся. Он давно знал об этом. Он догадался по той одежде, в которой она к нему пришла. Вскоре в лесу родились три девочки. Вот такая удивительная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok